История с разбойным нападением на рязанского таксиста имеет свое продолжение в нашем сюжете. Напомним, двое молодых людей в сопровождении с девушкой, сев в такси на площади Театральной, приняли решение, которое в дальнейшем вышло им боком. Они ограбили водителя и угнали автомобиль. Сегодня мы получили оперативное видео с показаниями злоумышленников. Когда водитель чуть-чуть тронулся, я взял вот такой вот рукой, зажал, ну и сказал, давай, говорю, останавливайся по-хорошему, телефон на панели, чтобы позвонить никому не смог. Я говорю, кинь телефон-то на панели. Я сказал водителю вылезти, водитель вылез из машины, и я тоже сел, перелез сюда, на водительское сидение, за роль автомобиля, и поехал в сторону деревни. Таксист, не имея возможности позвонить в полицию с места происшествия, был вынужден в 20-ти градусный мороз добираться до оживленной трассы. Остановив машину, он первым делом позвонил в полицию. Было установлено возможное лицо, причастное к преступлению, и на место его жительства отправились сотрудники. Были замечены разыскиваемые автомобили, которые находились уже в кувете. Из данного автомобиля пытались скрыться лица, которые были задержаны, и которые явились в ходе дальнейшего разбирательства с теми преступниками, которые похитили данный автомобиль. И обокрали данного гражданина. Я ключ вычислил, взял оттуда деньги, все, водитель вышел, Сашка пересел сюда, девчонка сидела сзади. Вот, Сашка завел, и мы поехали с ним. Ну вот, потом по дороге взяли еще бутылку, распили. Вот, потом увидали, что едут сотрудники полиции на десятки, на белой. Сашка увидал их, ну и начал от них уходить. Вот, нас занесло, и мы врезали в дерево. Сейчас разбойники рассказывают о происшедшем с неким подобием сожалениям. Один из молодых людей ранее уже был судим. Возможно, именно он и стал инициатором рязанского ограбления века. Мобильник, 2000 рублей и разбитый автомобиль, символизирующий бабки на корыто из сказки про золотую рыбку, не смогли реализовать мечты о красивой жизни двух рязанских ребят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!